Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Наталья Юсупова и коротко о главном. От без малого 2 до 5 процентов пенсии дали очередной рост. Следующая индексация в конце лета. Вышли на обочину. В столице республики обустраивают пешеходные зоны и обещают решить проблему разбитых тротуаров. Fly Free Stop Rock. За победу и призовой понт межрегионального баттла в Нанчике боролись полсотни лучших брейк-дансеров юга России. В Альбрусском районе сегодня введен режим КТО. Такое решение в связи с проведением спецмероприятий принято начальником управления ФСБ по КБР Сергеем Кменным. По информации оперативного штаба, республики особый правовой режим действует с 8 утра на территории, ограниченные поселком Нейтрино, Чигемским районом, Карачаево-Черкесии и госграницей с Грузией. Подробности пока не сообщаются. К другим новостям. С сегодняшнего дня россиянам увеличили пенсии. Индексация идет с учетом роста доходов пенсионного фонда, сообщают ведомства. Пенсии по старости выросли на 3,3% социальные, на 1,81%. На 5,5% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан. Это герои Советского Союза, соцтруда, ветераны, инвалиды и граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Напомню, это уже второе повышение. С 1 февраля трудовые пенсии дали рост на 6,6%. Следующая корректировка ожидается в августе. И сегодня же в России начинается весенний призыв на военную службу. Согласно указу президента, в этом году в вооруженные силы отправятся служить 153 тысячи человек. Это на 13 тысяч больше, чем призвано прошлой осенью. В этом году также собираются увеличить набор по контракту. Кроме того, вырастет число призывников из республик Северного Кавказа. Общественная палата России сегодня открыла горячую линию для призывников и их родителей. Она будет работать в течение всей весенней кампании. Ежедневно с 9 до 18 часов. Без выходных. По бесплатному телефону, номер которого вы сейчас увидите на своих экранах, призывники и их родственники могут рассказать операторам о нарушениях их прав, а также получить юридическую консультацию, передает РИА Новости. Во время призывных кампаний 2012 года на горячую линию общественной палаты поступило свыше 2000 обращений. Чаще всего граждане интересовались основаниями для отсрочки от службы, правами и обязанностями призывника при получении повестки, а также возможностью отказа от прохождения медицинского обследования. Продолжаем выпуск. Больше 5 миллионов рублей планируется потратить в этом году на установку и ремонт столичных тротуаров. К таким работам нальчикские власти традиционно приступают с наступлением теплой весенней погоды. Будут ли обустроены пешеходные зоны там, где их еще нет, и когда решится проблема разбитых тротуаров, выясняла моя коллега Нуржан Кубадиева. Нальчик не раз попадал в первую десятку самых благоустроенных городов России. Чистоту и уют отмечают и многочисленные гости столицы республики. Однако качество пешеходной зоны в некоторых микрорайонах Нальчика пока оставляет желать лучшего. Улица Кирова. Через дорогу 19-я школа и детский сад. Рядом несколько высоток. Учащиеся идут на занятия по автомобильной дороге, что далеко не безопасно. Не просто приходится и молодым мамам с колясками. Особенно зимой здесь было плохо ходить, потому что тяжело было. Слишком много грязи скапливалось, и приходилось каждый день обходить, другими путями ходить. Аналогичная ситуация на улице Пластаново, жители которой с просьбой обустроить дорогу обратились к городским властям. А это уже курортная зона Нальчика, улица Конукоева. Микрорайон относительно новый. Тротуара здесь никогда не было, и люди вынуждены ходить по обочине. Тут много учреждений, по которым народ ходит пешком. Это вот касается водолечебницы, санаторий, вот Пирогова 4. Народ тут курсирует. В городской мэрии о проблемах знают. Обустройство пешеходных зон в Нальчике начнется в первых числах апреля. У нас на этот год порядка 5 миллионов предусмотрено на ремонт и устройство тротуаров по городскому округу Нальчик. В основном наша работа будет направлена в соответствии с обращением микрорайона выше улицы Атажукина. По городскому округу Нальчик, где-то порядка на миллион рублей, где-то мы ремонт тротуаров где-то еще предусмотрели в этом году. Это в рамках уличной дорожной сети будет произведено. Пока городская казна все ремонтные работы осилить не может. Однако в администрации заверяют, что в ближайшее время доберутся до всех разбитых тротуаров в центре Нальчика. Ведь, как говорил Энрике Пиньялоса, мэр колумбийской богаты, которую признали одной из самых удобных столиц мира, разница между прогрессивным и отсталым городом не в качестве автодорог, а в качестве пешеходной зоны. Нуржан Кубадиева, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. Новации в медицине и обмен мнениями врачи-терапевты республиканских ЛПУ собрались в Прохладницкой горбольнице, чтобы впервые в рамках заседания специализированного общества обсудить аспекты деятельности. Поводом для встречи послужил прошедший в Иваново 9-й Всероссийский конгресс по артериальной гипертонии. Участие в нем приняли и члены нового Кабардино-Балкарского общества терапевтов. Председатель организации Мурат Уметов рассказал врачам и студентам Медколледжа и Республики об итогах медицинского симпозиума и новейших достижениях в области терапии. ...это 1,8 мм или дополнительными эффектами, которые появляются... Мы будем после каждого значимого события в научной сфере и в России и в международном мире, мы будем давать краткий анонс о таких событиях, потому что не все имеют возможность ездить на эти конгрессы. А мы из числа наших членов общества, мы посылаем делегатов туда, и они привозят новейшую информацию. Подобное общение, по мнению организаторов, должно повысить уровень квалификации врачей общего профиля, а значит и качество лечения пациентов. О спорте. В Бабугенте прошел женский волейбольный турнир памяти участника Великой Отечественной войны, уроженца села Кимала Тагузаева. Шестой год подряд соревнования собирают самые сильные команды из всех районов республики. На этот раз их было шесть – из прохладного Нальчика, Тернауза, Чигема, Терека и Бабугента. На торжественном открытии турнира старшие вспоминали о человеческих качествах и организаторских способностях Тагузаева, многое сделавшего для возрождения Черехского района. Прозвучали и слова напутствия в адрес спортсменок. Вы выступаете в нашем районе, нам это очень приятно. И я хочу вас поздравить с начала этого турнира, пожелать вам всем нашим красивым девушкам удачи. В захватывающей борьбе все команды доказали, что в волейболе нет возрастных границ, а есть лишь преданность спорту и командная дружба. Неплохо стартовали нальчане, раз за разом одерживая победы над соперницами. Однако лидерство в финале довелось оспаривать волейболисткам прохладного и хозяекам турнира. В итоге играющие по отработанной схеме прохладянки одолели неплохую для республиканского уровня сельскую команду Бабугента. Команда Нальчик Бумбанк на третьей ступени передистала. Всем участникам турнира были вручены ценные призы, кубки и грамоты. Силовое вращение, фриз, бибой замирает на несколько секунд и вновь экспрессия. Вынес он звучащей музыки. Они собрались на уикенд в Нальчике, чтобы помериться с силами в уличных танцах. Межрегиональным соревнованиям по брейк-дансу «Южный темперамент» зрелищности только добавляет. Участников почти полсотни. Кому из них достался призовой фонд баттла, знает Белла Тиува Жукова. Эртвист, флай, фриз, футворк, топ-рок. Эти слова ни о чем не говорят простому обывателю. Но увидев это, мало кто остается равнодушным. В Нальчике прошел межрегиональный чемпионат по брейк-дансу. Спортзал КБГУ собрал почти весь северо-кавказский округ и даже представителей «Южного». Молодых ребят объединила любовь к танцу. Организовал баттл «Бибой» с КБР Муса Коков. Идея собрать такой большой баттл была уже давно, но, к сожалению, не было средств. На помощь нам пришли как раз партия «Единая Россия – молодая гвардия». Они нам помогли с залом, они нам помогли с оборудованием, со встречей гостей практически со всем. Остальную часть как бы мы сделали своими силами, то есть музыканты, танцоры – это все наши друзья. Музыкальное сопровождение обеспечила Нальчикская фан-крок-группа «Поли Морфис». Несмотря на кажущуюся несерьезность, участники были настроены очень решительно. По словам организаторов, большая часть участников узнала о проведении чемпионата через соцсети. Такие, как, например, «Бибой» Влад и Николай – неоднократные призеры чемпионатов России и народные артисты Краснодарского края. Я живу в Сочи, но мой любимый город – это Нальчик. Я могу вам подсказать секрет всем танцорам, которые хотят танцевать один против команды. Есть один секрет – это дыхание. Самое главное – уметь дышать. А так как в Нальчике чистый воздух, это мне делать было гораздо легче. Уровень мастерства «Бибой» в республике и раньше был хорошим, говорят ребята. Но не хватало масштаба. Занимались брейк-дансом многие, но не было соревнований. Все изменилось в последние два года. Нальчик теперь стал как бы очень значимым городом по всей России в плане брейкинга. Чемпионаты, как бы я скажу, более насыщенные становятся и прокаченные. Титулованный «Бибой» Джамал, тренер и участник известной группы «Предаторс», на сей раз выступил в качестве судьи – строгого, но справедливого. Приехал не только оценивать качество выступлений, но и побывать в гостях у родной команды. Мне всегда хочется приехать сюда и посмотреть, какой здесь уровень танца, как здесь танцуют танцоры и как идет развитие этой культуры. Теперь мы знаем лучших брейк-дансеров Кавказа. Призовой фонд разделились с Тавропольчан из команды «Рефрэш» и наши бибой из «Гангстерс». Беллоти Уважукова, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. День птиц отмечают сегодня орнитологи всего мира. Более века назад была подписана Международная конвенция о защите этих животных. О пернатых и тех, для кого небо без птиц – не небо, в сюжете Мусы Кокова, который, как выяснилось, разбирается не только в брейк-дансе. Дворец детей и творчества собрал под своей крышей юных натуралистов. Представители десяти районов встретились для того, чтобы напомнить нам, что небо без птиц – не небо. Тематический конкурс был посвящен 1 апреля. Как стало известно, это день не только юмора, но и наших крылатых друзей. Именно пернатые стали героями постановок, которые участники подготовили, исходя из названия команд. Каждая команда имеет свое название. По названию команды кто-то команда «Ястрим», кто-то команда «Голуби». Сами шьют с родителями, полностью сами с родителями шьют. К конкурсной программе все участники подошли по-разному. Кто-то сделал упорные костюмы, некоторые, к слову, были сшиты достаточно профессионально. Кто-то сосредоточил усилия на подготовке экспонатов для выставки. Рисунки и поделки были выполнены очень реалистично. А дети из селения Карагач удивили всех кулинарными изысками. Приготовили торт в виде беркута. И главное, по словам организаторов, что для ребят важен не только внешний эффект. Они понимают суть происходящего. Мы ему объясняем, что нельзя так ловить птиц и сажать их в клетку. Как пел кодят лоскосла. Она предложила ему свои запасы на землю. Вечер носил и познавательный характер. Ну еще бы, ведь готовиться к конкурсу помогали не только родители, но и педагоги дополнительного образования. Участникам пришлось изучать повадки, среду обитания и другие факты из жизни птиц. Они хорошо узнали птиц КБР, краснокнижных птиц они хорошо узнали. Сами делали поделки вот эти, трудились. Вот скворечки сделали. Нет, не сложно. Вот они с пятого класса, с четвертой школы, с Чигемской. Но они вот умеют это делать. В итоге знания и умелые руки принесли победу ребятам из Черекского и Баксанского районов. После конкурса, изготовленные собственными силами, скворечники конкурсанты развесили в парковой зоне. Муса Коков, Заур Конкулов. Вести. Кабардино-Балкария. К настоящему часу. Это вся информация. Следующий наш выпуск смотрите в 17.30. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»